приветствую вас дорогие мои друзья вы на канале 2 angel planet и у меня для вас сегодня расклад который называется он она будет проходить на трех колодах на таро безумной луны убирайте колоду до 1 на 2 казанова 2 и на 3 колоде 78 дверей чтобы меня не потерять и мои расклады и много всего интересного на моем канале ставь лайк подписывайся и конечно в комментариях пиши какой твой расклад какой-то номер выбрала или выбрал давай посмотрим что у нас по отношениям до расклад называется он она давай посмотрим на позиции что он думает что она думает кто бы ты ни был да кто бы не было сейчас коверент кто загадывает мы просто смотрим на что он думает и на то что она думает да кто бы не выбрал колода номер один сейчас идет думает легкомысленное отношение тут я бы даже сказал больше уводит человека от обязательств да и это импульсивность которая уходит из отношений уходит от ответственности да это уход от ответственности это что он думает что она там да что что она выяснение отношений на публике идет она да хотел бы выяснить отношения вообще просто нужна поддержка со стороны поэтому приходится привлекать тут публику и давай посмотрим что он чувствует чувствует чувств нет практически слишком далеко смотришь слишком глубоко заглядывает в будущее ждет чего-то нереального чего пока нету на горизонте и действительно да с этой импульсивностью лучше жить в будущем потому что в настоящем он не видит сейчас реалии в отношениях что же она чувствует ну давай посмотрим ох думает как ей жить без всего этого без всех этих отношений думает строит планы как ей дальше жить потому что что называется гром не грянет мужик не перекрестится вот она ожидает просто когда грянет гром когда женщина буквально будет строить свои дальнейшие планы свою дальнейшую карьеру и развивать ее конечно же она не рассчитывать на мужчину не надеется в этом плане на него и давай посмотрим как он ведет себя и как она ведет себя как он ведет себя убегает от ответственности бежит туда где за него смогут решить все проблемы и не хочет их решать ну просто потому что он не знает как этого делать на самом деле и что получается как она себя ведет я бы даже сказал да поездки какие-то может быть на расстоянии дает время для перерыва дает время для передышки дает время чтобы можно было выдохнуть после всего этого и в то же время так как она оставит свои границы и пытается заручиться поддержка извне со стороны пытается женщина выяснить эти отношения да и к тому же она пытается свои планы строить то тут скорее всего даже я бы даже сказал денежные какие-то поездки разъезды потому что на мужчину она не надеется деньги сама зарабатывает выбрала сама зарабатывать денежные средства и и давай посмотрим чем мужчина привлёк женщину своей заботой что мужчина вообще-то готов был взять даже еще ну даже если она с ребенком семьей и чем женщина привлекла мужчину конечно же любовью конечно же влюбленностью конечно же встречами свиданиями и романтикой и давай посмотрим теперь что у нас идет что что же не нравится да вот понравилось вот это а что не нравится в отношениях что не приглянулась что не зашло по отношениям тут уже мужчина да куда-то видимо ездил были разъездные дела поездки и мужчина был вынужден куда-то отлучаться и был процесс отвыкания от этих отношений женщина действительно тут сама может все поэтому как-то вот она выбрала до в этом моменте да что не нравится что сейчас молотова он смотрит в будущее бежит от ответственности так еще и вот эта отвычка пошла до любовь романтика была и что же у нас получается со стороны женщины не понравилось ему не понравилось что ну поведение женщины пугают для мужчины женщина проявляется не в тех адекватных позициях и в состояниях в которых хотела хотела бы он чтобы она проявлялась то есть это недопонимание женщины к тому же у женщины нету ответственность за себя и за свою жизнь мужчина видит жизни их совместную и свою по-другому и в некотором роде да ему что-то прийти это неприемлемо что-то по поводу ответственности она тут может его пугать ну так как она девочка она имеет на это право так как она женщина она может проявляться по-женски как я и вздумается и заблагорассудится ну вот и хочет до чтобы мужчина взял на себя ответственность не только за себя самого но и за неё и за их совместную жизнь если есть ребенок от предыдущих отношений чтобы еще и ребенка тоже скажем так приголубили да в семью в этот конгломерат взяли сцепили чтобы сцепка была это вот были ожидания такие у женщины да что вот возьми пожалуйста ответственность не только за себя но из меня и вот мои проблемы потому что я девочка да я не хочу ничего решать я хочу платье мужчина абсолютно не хочет брать сейчас ответственность она за женщину не тем более за ее проблемы хотя вот женщина именно для этого и искала мужчину именно такого да и вроде как была забота и что ей понравилось да именно из-за заботы он ей понравился и давай посмотрим что же ждет мужчина от женщины он ждет женских проявлений у нее конечно большие вопрос вопросы и запросы запросы денежного характера запросы хочу то хочу все и что же ждет да а мужчина женщина от мужчины что куда она попросит там не пойдет ну какого-то да может быть послушание или повиновения на вот маги мне с этим пойдет туда помоги мне с этим пойдет туда и не надо тысячу раз напоминать чтобы он забил гвоздь чтобы вот ну вот сразу да ну пошли туда ну надо ну и пошел да хорошо неплохо было бы да и какие отношениях конечно же могут быть между вами в перспективе конечно же это может быть манипуляция взаимная конечно же обман недоговорки потому что нечестные партнеры друг с другом до ожидания разные кроме заботы и любви есть еще остальные дела в жизни и в перспективе немножечко не могут не совпадать и и что между на обами конечно же никогда не будет да что между такими отношениями не будет возможно не достигнете и не добьетесь того взлета и отношений и результатов что в бизнесе что в делах что в работе которые могут быть может и не добьетесь потому что тут вот за несовместимости до мужчины женщины должны создать команду в этой команде они идут вместе они развиваются здесь они эту команду не создают к сожалению результатов нету да и они могли бы покорить мир могли бы служить в разведке могли бы играть в кино но нет не те самые птицы которые садятся на разные ветки и и они абсолютно разные люди и они тут в команду не подходят команды для покорения мира не создастся но в принципе тут и запрос это были у отношений на заботу на любовь на свидание на чувство на чувственность конечно никто не отменял других обязательств но вот тут я смотрю цели у мужчины нет у женщины есть женщины такие цели есть такие потребности и запросы есть и при этом у женщины при таких запросах нету ответственности за себя запросы есть и ответственности нет тут бы подумать женщины да как она может проявить заботу о себе ответственности себе пусть даже у нее есть цель и а мужчина наоборот тут есть конечно чему поучиться друг у друга им ну давайте посмотрим и что же что в итоге отношений да что в итоге отношений в итоге отношений работа много работы много того что можно сделать с этими отношениями много работы над отношениями много вкладываться в эти отношения и мужчина и женщина будет особенно мужчина в качестве в плане денег в целеполагания как ждет женщина и ожидает его женщина все равно да будет сама зарабатывать деньги пока вот дальнейшая перспектива в этом раскладе это перспектива на дальнейшее отношение на дальнейшей работу над собой на дальнейшую работу над собой как со стороны мужчины так со стороны женщины и на дальнейшую работу вообще надо целью вообще надо тем зачем нужны эти отношения это дальнейшая работа над тем куда мужчине здесь действительно надо да чтобы он с одной стороны женщине помогал и попросила она приди забей гвоздь без напоминания один раз и в то же время чтобы он сам тоже понимал что надо что надо в доме а пойду к я забью гвоздь и в то же время это работа над запросами женскими что денег она хочет многое на сумочку и на гучи и на туфли и на все что ей там придет в голову и на брови и на глазки и на грудь и все все это надо сделать но для этого тоже надо работать тут может быть не совсем мужчина сможет удовлетворить все эти потребности тем не менее тут может быть хотя бы по очереди по порядку женщине стоит кое-где умереть свой пыл и запросы или как-то их разбить раздробить по частям а мужчине тут следует ну больше проявляться на в плане каких-то реакций и ответственности в этом и заключается работа над собой над этими отношениями просто в результате это над был первый раз расклад на колоде таро безумные луны сейчас перейдем к второму так и второй у нас вариант вторая колода вторая колода у нас это казанова да кто выбрал вариант номер два посмотрим на раскладе он она что он думает что она думает что он думает много вкладывается в эти отношения он несмотря на то что тоже разные запросы здесь женщина хочет другого но тоже готова вроде как открыто идти до на все то что мужчина предложит и пока готовы подчиняться потому что вот что она может подумать что это пока партнерские благородные отношения что можно тут и дружить вместе и развиваться и конечно же немножечко играть заигрыванием с флиртом пока дальше партнерство такого это в думах не идет давай теперь посмотрим что в чувствах что чувствует он он чувствует недопонимание может не общаться просто потому что пока флирт поверхностный может сам первый не писать не проявляться ну потому что ему это не надо может как-то осуждать потому что опять же недопонимание идет не понимает как женщина будет проявляться хотя вот она вроде как в дружеско-партнерских отношениях и открыто пока подчиняется пока хочет конечно казаться любящий казаться такой прекрасный воздушный чтобы всем понравится особенно ему что же она чувствует тут идут конечно же меркантильные интересы удовлетворения материальных потребностей и она чувствует что можно с этим мужчиной строить не только отношения но и вообще дальнейшее какое-то будущее потому что конечно же деньги замешаны в этих отношениях что мужчина по этому поводу может так сказать сказать да он чувствует понимает что конечно же деньги очень много решает определяет ну готов все это выдерживать готов поддерживать понимает что ну раз вот в мире так придумано что статус мужчины проявляется в деньгах ну пусть будет так собственно ну почему бы нет значит вот я такой крутой но и другой стороны побегайте за мной да кто еще и достойный вот поэтому так отворачивается на может не общаться сам первый не писать потому что тут много самодостаточности со стороны мужчины давай как он ведет себя на его позиция поведения может быть конфликтная а его проявления могут быть конфликтные как она ведет себя она может повести себя на не видя отдачи от мужчины а еще кого-то искать потому что не видит уверенности в этом человеке и думает ну зачем я ему нужно собственно раз вот побегайте за мной да ну вот у меня тоже есть гордость бегать я не буду тут есть еще кто-то и давай ты увидишь что у меня кто то есть еще и посмотрим как ты себя поведешь тут неадекватно может повести на может вызвать на провокацию мужчину женщина может вызвать на провокацию и чем же мужчина привлекает женщину своей четкостью и своей я своими обязательствами которые он выполняет и женщина мужчина привлекает тем что она действительно может удовлетворить свои психоэмоциональные потребности и дружеские потребности и внимание может получить все может получить благодаря этому мужчине но мужчина вот тут находится у нас сейчас в закрытых позициях и давай посмотрим что же у нас что вот привлекло а что не нравится да что что оборотная страна что не нравится мужчине что может быть на расстоянии один она другим давлеет что не всегда может быть вместе и женщине женщине что не нравится что каждый раз надо разговаривать общаться и до мужчины доносить что и как он должен сделать чтобы добиться благосклонности женщины это бесконечные разговоры потому что тут вот хочешь меня понять я веду себя так а ты хочешь меня понять а я вот так себя веду и это очень долгие воспитательные разговоры некоторым вроде женщина воспитывает мужчину устал уже от этого потому что все это вся эта дружба да на основе дружеских каких-то интересов приводит к тому что ну надо надо как-то доносить до человека иначе если не женщина ему расскажет то кто о чем думать женщина если я расскажу то кто расскажет как он это поймет как он вообще начнет и научится женщин понимать ну все это тихо мирно да и но в то же время обсуждаем а хоть один над другим может доминировать но в то же время так мягко тихо с какими-то компромиссами с такой мягкой пока игрой потому что она но больше такая дружеская смотри на меня ты на меня я отвернусь а я обиделся мне вот это нужно ты посмотри на меня у меня тут еще кто то может быть не только ты поклонник я тебя вызвану провокацию ага но я тогда буду агрессивно настроен и такая игра на все что мы сейчас посмотрели игра и давай посмотрим какие отношения могут быть между такими людьми между вами компромиссные отношения компромиссные потому что один человек другого ставит не совсем удобное положение не совсем в те моменты которые удобны какие-то выпады происходят ну и вообще жизни это не об удобстве да всегда все что-то происходит именно тогда когда вот не надо вот если там какие-то последние деньги то они почему-то куда-то уходит если вот ты сильно занят обязательно какой-то звонок который сейчас не уместен а если тебе надо позвонить то и ты не можешь дозвонить там потому что кому-то неуместно тебе сейчас уместно и вот постоянные компромиссы вот этой неуместности это поиск постоянных компромиссов поиск постоянного выхода из этих щекотливых ситуаций я вам сказал и давай посмотрим что же у нас по итогу отношений по итогу стойкость по итогу стойкость узнавание друг друга по итогу отношений по итогу отношений переход Из одного состояния в другой может быть благодаря этому взаимопониманию, благодаря компромиссам, благодаря тому, что мирно заканчиваются разговоры, благодаря тому, что женщина умеет доносить до мужчины, как он должен проявляться. Потому что человек, обладающий средствами, капризно себя ведет, требует больше к себе внимания, а благословности женщин хочет. Это вот об этом расклад. Да, вот у нас второй расклад закончился, да, на второго Казанова, кто выбрал расклад номер 2. Сейчас мы перейдем к третьей колоде, 78 дверей. Это у нас будет еще один расклад, он, она. Сейчас мы там посмотрим этот вариант. Если вы выбрали вариант номер 3, не приключайтесь, сейчас мы его рассмотрим. Итак, у нас третья колода, третий расклад, он, она, да, что он думает, что она думает. Смотрим на колоде 78 дверей. Что он думает, ну, на самом деле ему лень проявляться, ожидания, что он думает в отношениях, об ожиданиях, о том, что я буду сидеть на диване. Хорошие мужики, они дороги не валяются, они валяются на диване, я и так подожду, мне и так хорошо, что она, да, думает, что... Ну, много планов и сил она возлагает на него, но пока вот никак. Что он чувствует в этом плане? Сопротивление чувствует, чувствует осуждение, чувствует, ну, конечно же, под лежачий камень вода не течет. Уж хорошо сидеть на диване, да еще и критиковать. Женщине, конечно, это не нравится, что она чувствует. Она чувствует, что он как ребенок маленький, что его надо воспитывать. Если в прошлом раскладе у нас были в некотором роде воспитательные разговоры, но они были такие все-таки характера, ты хочешь женской благосклонности, проявляйся так-то, так-то. Больше женщины разговаривай, больше уделяй внимание, больше удовлетворяй в некотором роде материальные потребности и не только. Здесь же прям вот мужчина для нее, как маленький ребенок, которого еще так надо воспитать. Пока до воспитательного периода благосклонности речи быть не может, он пока далековато. Как он ведет себя? Давай посмотрим в этих отношениях. Без меня меня женили, я на ярмарке была. Я за тебя все решил, ты должна себя вести так-то, так-то. Женщине приходится просто с этим примиряться, быть в принятии того, что ну раз так, это так, пусть будет так. Куда мне деваться, собственно, да. Ну, пока приму так, а там посмотрим, что будет. И как женщина себя ведет. Конечно же, он пользуется тем, что женщина много на себя вывозит. Пользуется тем, что она воспитывает и его, и детей вокруг, и всех вокруг. И, конечно же, ей тяжело, она впадает в жертву. Тяжело ей вывозить это все. Женщина впадает в состояние жертвы, понимает, что ей пользуются. Понимает, что не все от нее зависит. Она бы с удовольствием изменила эту ситуацию, но пока не может. Не все зависящие факторы. Звезды так пока сложились, что не может пока. Ей нужна помощь, да, особенно вот в финансовом состоянии. Мужчина из-за этой лени, который валяется на диване, деньгами не обеспечивает. Это сильно не удовлетворяет женщину. Ну и с другой стороны, тут воспитательные моменты тоже ей не помогут по ходу дела. Потому что он их критикует. Воспитывать его тоже не судьба, да, пора менять стратегию. Иначе она выдохнет, устанет и в больничку загремит, и куда-нибудь женщина загремит. Потому что на самом деле устала уже от таких отношений. Давай посмотрим, чем же все-таки привлекаете, чем же мужчина привлекает женщину. Тем, что очень легко относится к всему, легкие такие настроения, да, легко вовлекаемые во что-нибудь, да, ну, во что-нибудь праздничное. Чем же женщина мужчине приглянулась? Тем, что она постоянно саморазвивается, и даже то, чему учится, ему перепадает. Он тоже взаимодействует с этой энергией, ему нравится, что женщина такая вот вся, вся то учится, то учит еще кого-то. Вот можно этим воспользоваться. Не всегда ему это, конечно, нравится, но воспользоваться этим он не против, не прочь. И давай, какие отношения все-таки могут быть между вами, перспективы? Если будет уделять внимание, да, и если замужем, ну, а вы и у вас есть ребенок и женщине, и ребенка, то да, то эти отношения могут быть успешными, потому что это сильно поможет в отношениях. Женщина будет не так напряжена, не так сильно, там, ругаться и не так сильно расстраиваться или убиваться, или буквально прям умирать в этих отношениях, что между вами быть не может. Женщина очень мудро себя ведет, слава богу, да, она тут не психует, очень терпеливая, очень терпеливо относится к мужчине с этими воспитательными моментами, поэтому благодаря этому, да, держит себя в руках, не психует и не устраивает взрыва нам в коронной фабрике. Ну, вот я даже не знаю, что тут сказать, да, курица-птица гордая, пока не пнешь, не полетит, чтобы мужчину-то из дивана сдвинуть. Посмотрим, да, как же все-таки мужчина проявится в таких моментах. И давай посмотрим итог этих отношений. Итог отношений. Конечно, сейчас пока все держится на сексе, на сексуальном магнетизме, и пока оно так держится, пока и будет держаться, пока тут деваться некуда, да, отношения пока на этом, но на этом, конечно же, далеко не уедешь. Желательно работать над отношениями, работать мужчине, менять стратегию, не лениться идти развиваться. Женщина суперразвитая, ей менять надо стратегию из воспитательной, возможно, в какую-то другую, полюбить себя, например, чтобы не впадать в состояние жертвы. Когда мужчина и женщина равновесно изменят эту стратегию, то, конечно же, и отношения тоже поменяются. А вот в какую сторону они поменяются, это, конечно, надо смотреть на личных раскладах. Если нужна моя консультация, расклад, ссылки все есть на канале, в шапке профиля, да, в описании канала. Конечно же, ставьте лайк, конечно же, подписывайтесь, чтобы меня не потерять. Буду благодарна за поддержку канала, все ссылки, опять же, в описании. И пишите в комментариях, какой ваш был расклад и потом, как он у вас проигрался. Я вас благодарю, желаю любви и удачи в отношениях.